А правительство рассматривает вопрос распределения средств на выплату в этом году стипендий лучшим студентам, которые обучаются очно, причем по приоритетным направлениям модернизации экономики страны. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, отметив, что в федеральном бюджете на эти цели запланированы соответствующие деньги. Он напомнил, что с 2012 года производится выплата стипендий президента в размере 3 тысячи рублей и стипендий правительства в размере 10 тысяч рублей. Чтобы получить именные стипендии, необходимо сдавать экзамены на отлично. Именно сейчас в вузах идет зимняя сессия. Наши коллеги из телевидения ЮРГУ проконтролировали этот важный процесс. От сессии до сессии живут студенты весело. Так гласит известная крылатая фраза. И вот настало то время, когда ребятам совсем не до веселья. В течение месяца студенты должны продемонстрировать свои навыки и умения, полученные в прошедшем семестре. Расписание экзаменов составлялось с учетом мнения студенческой группы. Как правило, стараются первыми экзаменами поставить не самые сложные предметы, чтобы, так скажем, войти в этот процесс. Второй, третий экзамен – это, наверное, самые сложные. В среднем на подготовку к экзамену дается три дня. Но по статистике 45% студентов открывают учебники лишь в последнюю ночь. Тогда же они и начинают верить в особые приметы. Например, зовут халяву или спят на конспектах. Однако не все студенты надеются на чудо. В приметы я не верю. То есть, для меня это совершенно никакого значения не имеет. То есть, я форточку не открываю дома, халяву при ней не кричу, с очком ее не ловлю. Поэтому вот просто готовился, прошел все. Впереди у студентов ЮРГУ еще 10 дней напряженной подготовки к экзаменам. Пожелаем им удачи и ни пуха, ни пера.